Прям ноги прихватываются, ложиться на... Идёт упор, получается, вверх можно сбивать, бросать. Партнёр видео – компания Boxing Equipment. Официальный дистрибьютор Firetex в России. Добрый день. Сегодня продолжим тему смешанных единоборств, входов в средний и ближний бой, выполнения бросков и выполнения контрприёмов на атаку борца в смешанных единоборствах. Следующий важный момент в смешанных единоборствах – это сохранение дистанции и недопущение входа в ближнюю дистанцию, взятие захвата, выполнение бросков и переводов. Работа по защите также складывается на несколько компонентов. Первое – это сохранение дистанции, это работа на ногах, смещение выхода и работа на кончике кулака, когда вы не даёте человеку возможности подойти. Это дистанционная работа достаточно такого высокого класса и чувства дистанции. Следующий момент под входы в борьбу в ближний бой – это работа нанесения ударов навстречу. Нанесение ударов навстречу также снимает, сбивает программу, даёт возможность остановить это действие и даёт человеку возможность защититься, выполнить контрприём или выйти. Остановка ударами не даёт реализоваться на взятие захвата, выполнении бросков. Момент встречных ударов – это может быть полноценная, плотная постановка на ноги и удар вперёд на вход. Человек начинает входить, вы начинаете встречать. Это или кроссы, или апперкоты, или боковые. Момент встречных ударов возможен на выполнение шагов в сторону, шагов назад. Шагов назад – это удары в отходе. И следующий момент – это встречная работа на сайстепе, шаг в сторону с поворотом. Сайстеп может выполняться одновременно с ударом. Да, вот наносят, я начинаю ломаться, уходить. Может выполняться на второй темп. Смещаться. Но тоже принцип один и тот же, что нанесение удара останавливает атаку. Такая же встречная работа может быть на ноги. Самое опасное, что здесь – это нанесение ударов коленом, потому что оно коротенькое, очень коротенькое, именно на вход. Получается сбив, нанесение, остановка. Задняя нога более длинная, более жёсткая, надо чувствовать. Потому что, во-первых, войти тяжело. Во-вторых, меняется положение. Если с передней ноги оно короткое, я могу оттягивать таз, встречать или отжимать. Оно быстрое действие. То с задней стороны движение более длинное. И опасность, то, что соберут, оно как бы более реальное, более сложное. То же самое удары ногами, но это уже от класса зависит. Человека, кто закидывает. Смена. Следующая. Работа на недопущение захвата. Смотрите, очень просто. Первая рука – это крайняя точка. На реакцию входа. Сейчас попросим специалиста в области ММА, Евгения Соборовского. Он двукратный чемпион Москвы по ММА, мастер спорта по ММА, по боевому самбо. Призёр чемпионата страны по Панкартиону. Призёр многих всероссийских турниров по ММА. Крайняя точка, да, реакция на вход, когда человек начинает входить под левую руку, когда вы проспали. Положение, первый вариант – положение локтя внизу, когда как стояли в стойке, да, так и начали работать. Начинаем вход, медленно в ход делать. Она ложится на шею вот таким образом. Давайте развернёмся, чтобы было видно. Смотрите, можно прям ноги прихватывать. Ложится на шею вот таким образом. Она идёт как упор. Отжимает под ухо голову, ножки оттягиваете. Можно брать его ногу, да, тут же. Можно отжимать корпусом. Задача, смотрите, если останется положение с собранными руками, вот здесь, он меня переведёт. Если руки будут растянуты, да, то это идёт упор. Получается, вес идёт на человека. Можно брать ногу или бросать, или переходить на удушающий, или просто сбивать. Вот в этом положении, вот здесь вот нет упора. Получается, просто берёте, переводите. Следующий момент защиты. Это работа, когда рука оказалась внизу. Когда начинает входить, ручка ложится вот сюда. Получается, что? То, что она прибирает шею, отжимает максимально. Таз убираете, начинаете отжимать. Есть момент, когда вы проспали вход, да, вот получилось то, что зашли, так же в ногу входи, вот здесь вот. И получилось то, что человек прихватил. Первое. Вот эта костяшечка прихватывает шею, уходите в сторону, можно сбивать, бросать через ногу. Это первое движение. Чуть пониже сделай то же самое. Второе движение, когда человек проходит, начинает, уже поняли, что вы проворонили вход, движение идёт максимально вниз, цепляете ножку. Он здесь уже не поднимется. с этой ногой. Вот и начинаете работать именно на него с выходом. Следующая группа, как бы техник, это выполнение встречных бросков. Мы разобрали нанесение ударов навстречу, нанесение ударов в отходе или на сайстепах, разобрали смещение за счёт растяжения рычага, за счёт снятия захвата. Ещё могу показать несколько моментов на взятие. Смотрите, когда рука идёт, человек начинает закидывать за корпус. Вот здесь идёт остановочка, ручку цепляют. Вот здесь свободная зона. Мышцы растянуты, тело достаточно далеко. Снимается и уходите. Вот это смещение выполняется или на встречную работу, как бы он в меня заходит, я убираю руку, захожу, или наоборот, на работу от него в сторону. Когда удлиняется расстояние, растягивается захват, у человека нет этим захватом контроля и из-за этого он не может выполнять технические действия. Сегодня на занятии разобрали контрдействия от входа в борьбу, встречные удары от входа в борьбу, и выполнение контрприёмов на действия борца в смешанных единоборствах. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и занимайтесь спортом!